Топ-5 самых коррумпированных министерств назвали в Казахстане. В список вошли МВД, Минфин и Минсельхоз. Кроме того, в агенции по противодействию коррупции рассказали о подробностях уголовного дела экс-акима Паладарской области Болата Бакауа. Отметим, что другого чиновника из этого же региона приговорили к крупному штрафу. Подробнее о коррупционных преступлениях в государственных органах расскажет моя коллега Мольдер Абдуалиева. Мольдер, добрый вечер, тебе слово. Добрый вечер, Галина. Начну с самого громкого коррупционного скандала с начала этого года. В деле экс-акима Паладарской области Булата Бакауа появились новые обстоятельства. В антикоррупционной службе пока их держат в тайне, однако обещают обнародовать на следующей неделе. Сейчас они совместно с КНБ устанавливают личности других, причастных к этому делу. Напомню, что информацию о задержании Бакауа подтвердили 16 января. Он находится под арестом. Между тем, в Павлодарской области на этой неделе вынесли приговор другому чиновнику. Бывший руководитель отдела архитектуры и градостроительства Эки Бастуза приговорен к штрафу в размере 1 миллиона 200 тысяч тенге за взятку в 50 тысяч тенге. Сумма за оформление земельного участка лишила горе чиновника права занимать государственные должности. Всего, по данным антикоррупционщиков, за последнюю неделю за различные преступления осудили пятерых госслужащих. В отношении директора ГККП Есильский районный дом культуры Абдига Паровой по факту хищения бюджетных средств. Она подозревалась в хищении бюджетных средств на общую сумму 888 тысяч тенге, более 888 тысяч тенге, путем незаконного перечисления заработной платы фактически не работавшим сотрудникам. Кроме того, борцы с коррупцией назвали топ-5 самых коррумпированных ведомств. Антирейтинг вновь возглавила Министерство внутренних дел. Осуждены около 300 сотрудников. То есть фактически каждый рабочий день одного сотрудника МВД судят за взяточничество. На второй строчке расположилось Министерство финансов, далее Министерство обороны, индустрии инфраструктурного развития и замыкает список Министерства сельского хозяйства. Аналогичный мониторинг проведен и среди акиматов. Наибольшее количество осужденных за коррупцию в Туркестанской области 37, в Восточно-Казахстанской также 37, Жанбылской 30, Акмолинской 19, Алматинской и Костанайской по 15, Атыраусской, Мангистауской и Казалардинской по 14. Между тем, за последние три года казахстанцев, сообщивших о коррупции, поощрили на 100 миллионов тенге. Лидерами по информированию о взяточничестве стали жители Казалардинской, Туркестанской и Жанбылской областей. Вознаграждения выплачиваются в зависимости от тяжести преступления. В среднем каждый сообщивший получает более 100 тысяч тенге. Однако в случае ложного доноса предусмотрен штраф или же тюремное заключение сроком от 3 до 8 лет. Галина, у меня на этом все. Тебе слово. Спасибо, Мольдер. А мы продолжим выпуск.